Первую мою прививку вы видели. Сейчас я покажу более детально, как все это нужно делать. После каждой прививки я тканью смоченной спирт или водки протираю нож, снимаю смолу. Здесь место прививки по сути чистое, сучков нету, гладкое. И не знаю видно ли, подвой немного кривоват. И как я говорил, я беру вогнутую сторону, там проще совместить. Черенок, я его как охорачиваю, тогда щипываю хвою. Сейчас я буду определяться, какой стороной я буду клеивать. Здесь все определилось само по себе. Видите, почка здесь вот есть, но было бы неудобно его совмещать. Здесь сторона гладкая, в принципе здесь мы будем делать срез. Дальше мы намечаем место среза. Обычно все это делается быстрее, я покажу медленнее. Держим за хвою, за хвою будем тянуть в эту сторону. И нож режущим движением будем делать вот так вот на себя. Здесь прихватываем какой-то бугорок. Важно делать не резко заглубляя в сердцевину нож, а плавно, потому что если мы резко дойдем до сердцевины, будет как бы ступенька и совместить будет неудобно получится воздушная полость между срезами на подвой и на привой. Она заполнится смолой и там будет плохо срастаться. Смотрите, есть ошибка, распространяем ноги, оттолкают вот этим вот пальцем черенок. Он получается начинает гнуться и это мешает срезу. Важно тянуть на себя, а этот палец просто немножко фиксирует. Здесь мы прихватываем, нам нужно дойти плавно до сердцевины и расколоть ее пополам. То есть вот мы до нее доходим и пополам ее раскалываем. Вот так вот. Вот, в принципе, это, можно сказать, образцовый срез. Вот мы плавно дошли до сердцевины. Сердцевина у сосны зеленая. Она отличается, вот важно отметить, у пихты, у елки она более губчатая, немного другого цвета. А здесь вот она зеленая такая вот ткань. Дальше мы делаем срез на клин. Здесь вот, вот такой вот. И черенок уходит в рот. Будем считать, что он во рту. А здесь мы делаем срез по комбиальной ткани. Если проще говоря, то мы снимаем полоску коры и не режем древесину. То есть ее даже не царапаем. Здесь вот, потому как легко режется, вы это сразу почувствуете. Здесь дальше мы делаем врез немножко сюда. Здесь я немножко древесину царапнул, но это, в принципе, не страшно. И еще, смотрите, они по толщине разные. И нам нужно совместить комбиальную ткань. Комбиальная ткань, вот эта вот полоска между корой и древесиной. Вот видите, между зеленым и белым. То же самое нам нужно совместить здесь, между корой и древесиной. Дальше мы совмещаем. Здесь вот, комбиальная ткань. И начинаем обматывать. Обмотка очень важна, плотно примотать. Закручиваем. Вот так вот, приливка почти готова. Готово. Дальше снизу вверх заматываем. Обратите внимание, широкой стороной пленки. И ее дожимаю уже здесь. Очень удобно, чтобы пленка эта не рвется. Плотно заматывает. Все готово. Вот так вот. А теперь более детально весь этот процесс я покажу вам в фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, ладно. Редактор субтитров А.Кулакова